здравствуйте уважаемые друзья как я и обещал по вашей просьбе я расскажу о тесьме как вы видите вот этот такой симпатичный пакетик который у меня с промышленными образцами искусственного шелка и всевозможные ровницы вот он у меня уже почти три года вот так и лежит в крайнем случае я могу использовать для изготовления очень серьезных лососевых мушек а в основном для изготовления обыкновенных ловчих наших стримеров в том числе даже можно и для себя лососевых использовать вот я показываю как вы видите вот такая всевозможная по оттенкам по цветам продается тесьма ширина ее составляет разное бывает от 6 8 10 12 не стремитесь покупать самую широкую тесьму почему потому что потом у вас возникнут вопросы с работой как ее распустить вот я беру как вы видите отрезанный в магазине кусочек нам необходимо определить где начало а где конец этого тканного полотна любая тесьма это все тоже тканное полотно поэтому если его ткали значит его можно будет распустить давайте я для того чтобы было более наглядно отрежу небольшой кусочек желательно брать так как вот я уже по своему опыту знаю вот у меня я уже показывал разных цветов я обычно беру но самое большое это 30 сантиметров удобно работать это вот уже распущено это более грубая более такая плотная но каждая вот такая прядь из распущенной она состоит еще из мельчайших еще мельче чем допустим вы найдете в юнифлос вот мы отрезали наши тесьмы с одной стороны кусочек и теперь давайте вот так попробуем с одной и с другой стороны распускать может мешать допустим неровность поэтому желательно подрезать строго-строго чтобы было это пендикулярных как я говорю видите идет плохо переворачиваем с другой стороны но расскажу одну особенность если камера сможет передать прострочено с одной стороны и прострочено с другой стороны бывают не простроченными поэтому мы берем вот мы взяли как вы видите мы нашли край с которого можно спокойно распускать и теперь я беру вот эту нить которая шла основная при ткани я аккуратно аккуратно разделяю то количество которое мне необходимо беру катушечку и уже на ней начинаю наматывать сразу нашу нитку вы видите она распускается достаточно хорошо но нам для того чтобы удобно было работать надо найти тот край который вот видите нам не мешает при распускании мы повернули тянем за одну сторону и у нас культурника все распускается теперь я беру для удобства чтоб не было легче работать как вы видите вот у меня подклеенный кончик моей тесьмы беру обыкновенный вот такой лак клей можете использовать лаки для ногтей это уже не столь принципиально и вот эти кончики нам желательно вот так склеить тогда у нас все наши пряди не путается и вот давайте я вам так покажу как вы видите я буду тянуть за край нитки и она у нас аккуратно распускается вот это наша которая нить здесь имеется годится для тела так же как и это это уже можно использовать для вязание скажу сразу допустим с метра распущенной вот такой тесьме получается ну порядка где-то 25-30 метров для вязания вот такой нашей нити она морковного цвета то есть годится для морковно-оранжевого даже цвета больше к оранжевого и флуоресцентно годится для изготовления наших мушек как вязальная нить теперь давайте вот мы с вами раз распустили я вам покажу для того чтобы вы уже убедились сами что никаких монтажей здесь нет вот с этой же которую мы распустили немножечко тесьмы давайте мы теперь ее возьмем и вот так попытаемся ее распушить как вы видите если камера сможет передать я сейчас попробую приблизить вот вы видите какое количество мельчайших буквально в полном смысле этого слова мельчайших прядей которые можно считать ровницей готовы уже к работе вот все вот эти неровности которые есть на нитке при наматывании на катушку со временем они все выравниваются но если вы начнете сейчас изготавливать допустим мушку точно так же все это в изделии у вас подравняется и никаких проблем у вас не возникнет поэтому пробуйте экспериментируйте с разными допустим прядями нитями я распускал я вам уже показывал и неоднократно я использую в вязании нить которая была но обыкновенно с бобины куплено и распущенное вот вы видите вот эта толщина нити 0 0 15 такую нить вы не купите она состоит если камера сможет передать конечно количество этих прядей вот она тоже огромное количество их и достаточно крепкая удобная нить также ее можно использовать при изготовлении тела все это у нас полиэстер та же самая пластмасса которая имеется вот как я неоднократно вам показывал вот производитель и вот сколько у него прядей посмотрите насколько качество и жесткость этих прядей по сравнению с теми прядями которые мы распустили то есть вы выберете сами для себя удобство работы с тесьмой это вот я распускал обыкновенная которая продается нить для прошивки обуви но подбирайте так чтобы вы видели сами насколько сама эта нить мягенькая и должна иметь определенную крепость волокон то есть вы сразу на кончике увидите как вам подготовить нить и потом процессе распускания буквально недавно мне задавали вопрос как допустим долго это все служит это все изготовлено что у юнифлосс что у других производителей из одного и того же материала полиэстер поэтому пробуйте экспериментируйте как вам будет удобно подбирайте любую тесьму это не антиреклама но скажу сразу у нас на украинском рынке метр вот такой качественной хорошей тесьмы стоит где-то порядка полутора гривен это если не торговаться но поверьте мне взять 5 6 цветов вот такой ленточки по метру и вам практически хватит но я не знаю на года наверное потому что учитывая мое количество вязания мне вот распущенной вот такой пряди которую я не однократно уже вам показывал я ее но не могу просто до конца использовать конечно оранжевый цвет уходит чаще красный тоже и в завершении фильма я вам хочу сказать одну такую вещь дело в том что вот такая тесьма может вам попасться выполненная в шелке то есть в натуральном шелке это тесьма значительно дороже но скажу вам сразу вот таких ярких красивых флуоресцентных цветов в шелке вы не найдете поэтому выберите для себя сами или вы будете использовать как мы использовали вот такой синтетический материал или будете гоняться за натуральным шелком которого практически невозможно достать вот и все друзья мои коротко я вам уже рассказал если какие дополнительные вопросы пожалуйста на фейсбуке я в вашем распоряжении благодарю вас за внимание до скорых встреч